Добрый день! Компания OEMZAP.RU Наступило наконец-то время тепла Апрель, это середина Пришла теплая погода И люди поехали чинить кондиционеры RANSTARX, это автомобиль 2009 года Евро 4, это с бушистой топливной системой Расскажем, как на нем Вы можете сами хотя бы частично понять Что происходит с автомобилем Человек пригнал машину Машина, кондиционер не работает Первое, что обычно проверяется Это, сами понимаете, наличие фреона Итак, вот у нее на заправочной точке Вот один колпанок Уже сняли колпачок, здесь закрывается И вот второй Вот видите, тут видно вам Вы можете нажать быстро, там, ключиком Что у вас есть под рукой Оттуда должен, соответственно, пойти запах фреона И звук шипения Здесь уже проверили, фреона нет Он пустой Именно на автомобилях С 2008 по 2011 год Евро 4 Есть такой прикол Люди приезжают У них часто бывает Что то кондиционер работает, что не работает Все связано с тем, что Очень часто вот здесь спереди стоит Сейчас вот я постараюсь Не знаю, камера возьмет Вот видно вентилятор охлаждения А кондиционера вот он стоит спереди Дим, дай, пожалуйста, отвертку Обычную Можно проверить, как бы это не звучало Там, допустим, вандально Или не казалось Попробовать крутануть лопасти Вот на нем, на этом автомобиле Видите, он не крутится Пропеллер заклинил Его уже однозначно моторчик под замену Из-за этого происходит перегрев И очень-очень часто Компенсора кондиционера выходят из строя Вот он не крутится После того, если вы самостоятельно поменяли За этим клином вентилятора Всегда-всегда следует одно Вот он стоит, предохранитель силовой Вот смотрите, на 30 ампер В блоке Вот он Он отвечает за включение вентилятора охлаждения Вот мы его уже заранее приготовили Достали Надеюсь, он видно Вот он Все, он отгорел Он под замену Потому что даже если вы поменяете Работать не будут Разные люди Делают эти перемычки Тут, ну, куча всякого чего бывает Но в нашем варианте Только замена Сейчас наш диагност Александр Продолжит выявлять Потому что Все равно эта неисправность Не приводит к тому, что Флеона в системе нет Больные места Кто пользует Гранстар, это знает Это Помимо трубок печки Заднего контура Также идет И трубки Кондиционеры Они длинные Сейчас мы, когда машинку поднимем С вами увидим Компания Hyundai Никаких защитных кожек Ничего не предложила Она тупо Как бы они в свободном доступе Плюс Конкретно мы находимся в Москве У нас тут реагенты И Часто эти трубки Выходят из строя Самое доступное Это купить баллон антикора И пропшикать Если у вас есть Где подъемник Там, я не знаю Может быть яма Они там в свободном доступе Сейчас это увидите Вот Сейчас Путь какой Первое Это начало Визуальный осмотр Если не будет видно Откуда Вышел фреон А как это видно Видно По масляным подтекам Потому что В системе кондиционирования Есть масло Специальное Для кондиционеров Оно Там тоже С фреоном Туда и сюда Гоняется Если есть дырка То там обязательно Будет подтек Если же нет Вот мы используем У нас вот такую Заправочную станцию Полуавтомат Это Теха Р-1034А Почему полуавтоматическая Потому что Данные вы вводите Вручную Есть автоматические Которые самые Определяют Сколько еще надо Туда Заправим Некое количество Фреона Обычно для запуска Компрессора Ну где-то Грамм 300 Надо 350 С красителем Специальным Он в ультрафиолете Светится Заправляется машина Машина Работает Иное количество Время И если есть Где-то Утечка То в ультрафиолете Она покажет Бывает такое Что Допустим У кого-то уходит Месяц Два Три Там Через три месяца Попадает То Сложновато найти Обычно заправляем Людей отправляем Они неделю ездить Через неделю Где-то Дострельный Давайте Сейчас Приступим И найдем Все-таки Что конкретно В этой машине Дало течь Ну все Мы с вами Окунулись В мир ремонта При визуальном осмотре Что у нас первое Видите Вот идет Соединение трубки Вот она Над коробкой И туда вот она пошла Видно Следы такого Замасливания Но это конечно Еще все не точно Так Очень часто Вот На стыке Вот здесь Соединение Вниз стекает масло Трубки Эти текут Но основное Как я и говорил Вот она Эта трубка Идет Вот видите Сверху Антифризный А вот идет Трубка заднего контура И уже сразу Невооруженным взглядом Видно Вот Здесь В зажиме Она протекла И есть второе место Вот она Тоже масляная Однозначно Эта трубка Сейчас какое Под решение Первое Мы с вами Поменяем Вот эту трубку Длинную Затем После того Как мы ее Поменяем Мы Также Смедим Вентилятор Поменяем Предохранитель Заправим Конгенционер Машину Вывесим Она где-то Минут 30-40 Поработает И затем Посмотрим Все-таки Перепроверим Все соединение Нормально Оно нет Будет Работать Нет В конце Я вам расскажу Вообще На данный момент Финалую политику Сколько это Стало Человеку Пока Приступаем Самым Работе Человека Работающего В сфере Автосфере Это согласовывание Этих работ С человеком Будет он Не будет делать И Дальнейший Ремонт Народ Короче Отработали мы Плохо Человеку Ну к сожалению Нет денег Расскажу Ремонт Примерно Запчастями Выходил на 14000 Видите Не всегда Получается Снять Отличные Видео Надеюсь Кому-то Поможет Хотя бы В поисках Неисправности И он В домашних Условиях Если уж Вентилятор Так сам Определит В чем Дело Поэтому Мы Человеку Отпускаем И можем Взять В заложники Отбить Ему Ноги И Проматериться На него Громко Пожелаем Ему Удачи Вам Теплого Лета И Работающего Кондиционера Поэтому Подписывайтесь На наш канал Оставляйте Комментарии Если кому-то Что-то Непонятно Звоните Узнавайте Больше О ремонте Корейского Автопрома Продолжение следует